Вы смотрите новости ОТС в студии Иван Кудинов. Здравствуйте. Коротко о главных темах. Новые инспекторы для старой канализации. Ливневку Новосибирска проверяют умные машины. Повторится ли прошлогодний потоп нынешней весной? 75% всего грузопотока приходится на автомобильные дороги. Но несмотря на это в нашем регионе катастрофически не хватает придорожных сервисных центров. Поесть, выспаться и заменить колесо. Когда на федеральных трассах появится удобная инфраструктура? Мне поставили диагноз. И я понял, что я не могу увидеть, чего добьются мои дети и точно не увижу своих внуков. У меня это произошло, когда еще дети в школе учились. Выжить вопреки всем прогнозам. На какой стадии болезни почек еще не поздно пить боржоми? Новосибирск В Новосибирске появится завод по производству стекла. Об этом сегодня заявил губернатор Владимир Городецкий. Высококачественного сырья, то есть кварцевого песка, в области предостаточно. Его добывают в карьерах, а также со дна АБИ. В целом, по мнению экспертов, у строительной отрасли большое будущее. Каждый год мегаполис в лидерах по обводу в эксплуатацию нового жилья. Благодаря этому и дольщиков, которые ждут заселения своей квартиры, у нас намного меньше, чем в соседних регионах. В прошлом году 16 объектов ввели, 3556 человек вышли из этой категории обманутых дольщиков, получили жилье. В то же время еще до 40 объектов остаются, но мы видим по каждому объекту судьбу, историю этого объекта, историю этих людей. Мы отрабатываем с Министерством строительства нашего отраслевого, какие меры поддержки можно дополнительно все-таки включить, для того, чтобы дать пройти без боли, без потерь строительной отрасли. По словам специалистов, в отрасли есть проблема. Законы, регламентирующие деятельность компании, обновляются слишком часто. И некоторые участники рынка не успевают привыкнуть к ним. В итоге, простое и убытки. Выход из ситуации искали сегодня на окружном образовательном форуме, который прошел в мегаполисе. Как заявил заместитель министра строительства и ЖКХ России, правила игры не должны быть одинаковыми для всех. У нас страна огромная, регионы разные. И общаясь с главами регионов, со строителями, мы понимаем, что нашу страну одним стандартом, шаблоном не накроешь. И вопросы все не решишь. В Новосибирске уже почти месяц ищут 15-летнего парня, который ушел из дома 6 февраля. Волонтеры прочесывают местность, оперативники прорабатывают различные версии. Но о местонахождении подростка до сих пор ничего не известно. Постоянно нахожусь в стрессе. Пью успокоительное. Потому что это очень тяжело пережить. Ждем, конечно, и мы надеемся, что вернется. Наталья, мама Димы Гудовского, места себе не находит. После исчезновения сына прошло уже несколько недель. Чтобы окончательно не сойти с ума, вышла на работу. Заявление о пропаже сына в полицию родители подали в тот же день, 6 февраля. Подключили волонтеров. Несколько раз звонили горожане, якобы видели Диму, но информация не подтвердилась. Накануне Следственный комитет возбудил дело по 105-й статье Уголовного кодекса. Убийство. Это не значит, что парня нет в живых. Такая мера дает оперативникам больше полномочий при поиске. Как говорят следователи, в подобных ситуациях это обычная практика. На данный момент проводится полный комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на его установление местонахождения. Но какого-либо результата в настоящее время не получено. Тем самым убедительная просьба граждан Городного Сибирска и Новосибирской области. В случае, если данного гражданина кто-то либо видел или располагает какую-либо информацию, сообщите об этом сотрудникам полиции по телефону 02. Мобильный телефон у Димы есть, но он его с собой не взял. Один раз даже мошенники просили выкуп за сына 2000 рублей. Подросток ушел из дома без денег и без паспорта. Уехать в другой город он бы не смог. Димочка, сынок, если ты слышишь, пожалуйста, вернись домой. Ой, мы тебя очень любим и ждем. Возвращайся скорее. Внимательно посмотрите на фотографию. Рост Дмитрия 190 сантиметров худощавого телосложения. Глаза серые, темно-русые волосы. Был одет в пуховик цвета хаки с оранжевыми вставками вдоль замка. Темно-серые джинсы. На ногах темно-коричневые ботинки на шнурках и замках по бокам. На голове серая вязаная шапка. Если вы где-то видели Диму, сразу же звоните по телефону 02 или 020 с мобильного. Андрей Баев, Виктория Рыжих, Дмитрий Злобин. Новости ОТС. К другим темам. К весеннему паводку профильные службы начали готовиться еще с начала января. А сейчас активно прочищают русло рек и ливневые канализации от засоров. Особое внимание уделяют улицам, прилегающим к площади труда, которые от талого снега и проливного дождя каждый год превращаются в озеро. Подробнее расскажет Елена Мирошниченко. Сегодня каналопромывочные комплексы работают на улице Станционная. Профильные службы в этом году сосредоточили внимание на ливневых канализациях в районе площади труда и энергетиков. Работают круглосуточно, торопит погода. Важно успеть до начала паводка. У Новосибирского гормоста в наличии всего два каналопромывочных комплекса и два земснаряда. На 500 километров ливневок этого крайне мало. Потому привлекли подрядную организацию, у которой есть техника. Основная проблема – это, конечно же, полная заименность ливневых коллекторов. Соответственно, вода, которая должна идти по трубопроводам через ливнеприемники, она вся идет по верху и концентрируется в тех местах, где низший уровень. Коммерсанты на период подготовки к паводку одолжили городским службам 8 каналопромывочных комплексов, насосное оборудование, передвижные станции. Пока одна бригада промывает ливневки, другая обследует трубы с помощью робота. Управляют пультом. Проверять целостность труб, засоренность труб, то есть коммуникации ливневых, фекальных коллекторов. Чтобы с приходом большой воды эффективно сработала городская водоотводная система, важно освободить от засоров и русла малых рек областного центра. Специалисты работают с начала февраля. Что только не приходится вытаскивать. И строительный мусор, и колеса, и даже мебель. Масштабы работ большие. С появлением сильного партнера шансов на успех, говорят, стало больше. Мы надеемся на некие формы частного муниципального партнерства с этой компанией. Если удастся достичь нам определенных успехов в этой работе, то мы обеспечим на несколько лет серьезную, планомерную работу по приведению систем ливневого канализации в нормативное состояние. И надеюсь, что через 3-4-5 лет город забудет о проблемах, которые существуют на системе, на сети ливневой канализации. Работы на станционной уже завершают. Затем технику переведут на Новосибирскую улицу. Но даже если ливневки очистят на 100%, избежать затопления этой весной не получится. Решать проблемы будут по мере поступления. Елена Мирошниченко, Николай Ильичев, Новости ОТС. На междугородних трассах Новосибирской области не хватает современных придорожных сервисов. Из-за этого, помимо гигиенических неудобств, водители большегрузов не могут соблюдать правила труда и отдыха. Но тахографу этого не объяснить. Тему продолжит Николай Сальников. При дорожных центрах, где есть автозаправка, станция технического обслуживания, гостиница и специализированная стоянка для фур в Новосибирской области единицы. Дело очень дорогостоящее. Меж тем, по требованию закона, количество таких объектов должно соответствовать минимум 1 на 100 км пути. Более того, парковка в придорожном сервисе должна быть рассчитана минимум на 50 фур. В нашем регионе таким требованием с трудом соответствуют лишь две площадки. Обе находятся на Омском тракте. По каким дорогам в России ездить комфортно? Этот вопрос мы задали дальнобойщику со стажем. На М5 нормально, там М4, Дон, Ростов, Дон. Центральная Россия получается? Да, там нормально, я там лежу, там лежу. Конечно, остановок с кафе типа Забегаловка в Новосибирской области хватает. Только на дорогах регионального значения Павлодар, Колывань и Ленинск-Кузнецкий подобных пунктов около 300. Но количество не переходит в качество. Большая часть из них появилась в 90-х и начале 2000-х годов. И по ряду причин были построены без соблюдения необходимых норм. А как показывают периодические обследования, большинство из них до сих пор находятся в ненадлежащем, а порой и в неудовлетворительном состоянии. Как правило, это одни и те же нарушения. Ненадлежащие обустроенные примыкания, отсутствие переходно-скоростных полос, отсутствие остановочных площадок и парковок, отсутствие знаков и некачественное содержание. Сегодня в регионе действует программа, благодаря которой можно получить субсидию на обустройство придорожного сервиса. Но желающих пока немного. Бизнес долгоокупаемый. Другой проблемой эксперты считают нехватку мультимодальных складских комплексов. Причем это ощущают не только транспортники, но и все жители мегаполиса. Вот эти фуры, эти грузовики заполонили город таким образом, что легковому транспорту и пассажирскому транспорту не проехать. Создаются пробки. То есть таким образом стрелы критики направляют в наш адрес. Но при каждом удобном случае, я всегда говорю, уважаемые господа, уважаемые коллеги, мы с большим бы удовольствием не въезжали в такой крупный мегаполис, как Новосибирск, а разгружались где-нибудь на подступах города. За бюджетные деньги проблему не решить. Нужны частные инвестиции. Сейчас в регионе обсуждают проект, который позволит распределить складские комплексы равномерно между трассами М53 и М51. В решении проблем на Алтайском направлении должен помочь восточный объезд. К слову, уже введенный Северный ежедневно избавляет Новосибирск от 10 тысяч фур. Николай Сальников, Евгений Агеев, Новости ОТС. Это информационные итоги дня. Смотрите далее в нашем выпуске. Чтобы вода прошла быстрее. Вода сошла. Если трубы будут забиты, вода не пойдет. А через верх пойдет. Садоводческие товарищества в основном состоят из пенсионеров. И поэтому то, что оказывает поддержку, это очень здорово помогает. Субтитры создавал DimaTorzok 310-88-80 Новый спортивный комплекс и теплотрассы. Сегодня в Маслянинском районе прошло совещание, на котором обсудили не только обновление социальной инфраструктуры, но и развитие туризма и поддержку молодежи в селах. Подробнее Виктория Рыжих. Сельское хозяйство, лесопереработка и золотодобыча – основные виды деятельности Маслянинского района. Объем валового продукта за прошлый год составил 6 миллиардов рублей. Поток частных инвестиций продолжает расти. Так на каждый бюджетный рубль пришлось 7,5 рублей от предпринимателей. Маслянинский район, наверное, один из первых получил у нас по концессии федеральное финансирование, это по газовым котельным, что на самом деле я считаю, что для населения района это очень хорошо. И надеюсь, что этот опыт, он примет такой массовый характер. Надеюсь, что к осени концессия заработает. В 2016-м на модернизацию системы теплоснабжения область получила 330 миллионов рублей. Заменит 14 угольных котельных в Маслянина и Аби. Если все пройдет успешно, федеральное финансирование на замену старых теплосетей получат другие районы. Если мы не справимся вовремя с этим, а это сентябрь, к началу топительного сезона, эти громадные работы, особенно по перекладке теплотрасс, надо сделать. И тогда, если и Маслянина, и Аби справятся, мы тогда такую великолепную заявку делаем, понимали, что там можно туда деньги давать, там справляются, там умеют делать. Обсудили и развитие туризма. Юрманка – единственный горнолыжный склон в районе, куда приезжают со всей области. Таких трасс, уверен, глава Маслянинского района, должно быть больше. Виктория Рыжих, Дмитрий Злобин, Новости ОТС. Куйбышевские дорожники готовятся к весеннему половодию. До конца марта планируют завершить работы по очистке водопропускных труб, чтобы талая вода не успела разрушить дороги и отрезать села. Оксана Тимошенко продолжит. Экскаваторщик Игорь Данилов снимает метровый слой снега. Только после этого дорожные рабочие смогут добраться до водопропускной трубы. Они убирают щиты, которые не дают попасть в трубу, мусору и снегу. Чтобы вода прошла быстрее. Вода сошла, если трубы будут забиты, вода не пойдет. Через верх пойдет. Снега в этом году выпало столько, что дорожникам приходится расталкивать его поперек дороги. Высота вала около двух метров. Александр Самойлов эту зиму работает почти без выходных. Благодаря его труду, в том числе, перебоев с движением транспорта в районе не было. Осиново. Дорога была забита. Осиново и Вишники. Приходилось пробивать. Ну, там по деревне приходилось и объездную на Вишники делать. Так, ну, километра три в общей сложности. Часа четыре пришлось сбиться. Сегодня перед дорожниками стоит другая задача – сохранить дороги. С наступлением марта месяца мы начинаем открывать откосы автомобилей дорог. Где-то на обочинах суженные участки есть. Для того, чтобы освободить земляное полотно, обеспечить досрочное просыхание обочин и покрытие земляного полотна, чтобы не было просадок, не было разрушений покрытий на автомобильных дорогах. Предстоит расчистить почти 350 водопропускных труб. Всю работу дорожники планируют выполнить до 25 марта. Оксана Тимошенко, Андрей Лебедев, Новости ОТС. В начале марта традиционно отмечается Мирный день почки. В этом году под девизом «Здоровый образ жизни для здоровых почек». Заострить внимание планируют на таких факторах риска, как неправильное питание, избыточная масса тела и низкая физическая активность. Впрочем, причин заболевания нефрологического профиля немало, и многие диагнозы, к сожалению, ставят слишком поздно. О диагностике и лечении Наталья Цопина. Каждый десятый человек в мире страдает хронической болезнью почек. Распространенность заболевания сравнивают с гипертонией и сахарным диабетом. Причем иногда симптомы такие, что врачи только разводят руками. Вот и Алена Ласточкина до того, как ей поставили диагноз в Новосибирске, успела полежать в больницах Иркутска и Ангарска. Она развела руками, говорит, мы вот первый раз такое видим. Она посмотрела сначала в интернете, врач посмотрела в интернете, что это за болезнь. И у меня мама уже сказала, все, мы тогда уезжаем. Часто выявляют заболевание слишком поздно. В Новосибирской области больше 5,5 тысяч человек страдают хронической почечной недостаточностью. Когда болезнь переходит в терминальную стадию, пациенту назначают заместительную терапию. Один из видов – гемодиализ. Константин Костюков вспоминает, методы этого очень боялся. Ведь проходить процедуры на аппарате «Искусственная почка» необходимо три раза в неделю. Я жаль, но вообще в Америку летала с гемодиализом. Поговорила, просто приезжала, приезжала в клинику, заплатила, сделала гемодиализом. Побыла, обратно прилетела, допустим. Ничего страшного в этом нет. Хотя поначалу как-то боять было, что вроде жизнь закончилась, что привязан. Константин Михайлович на процедуры из Черепаново будет ездить в Искитим. Там находится филиал Центра амбулаторного диализа. Мы не имеем проблемы обеспечения диализными местами тех пациентов, которые живут в городе Новосибирске, в ближайших сельских районах, в Искитим и в Искитимском экологии, в Койбышеве и в его окрестностях. Что касается отдаленных районов Новосибирской области, там, как вид заместительной почечной терапии, конечно, обсуждается перитениальный диализ. Кроме перитениального и гемодиализа, возможно, трансплантация почки. Причем пересадку называют оптимальным методом. Мне поставили диагноз. И я понял, что я не могу увидеть, чего добьются мои дети, и точно не увижу своих внуков. У меня это произошло, когда еще дети в школе учились. Это все. И, собственно, когда вопрос стал о пересадке, разные мысли возникали. И пригласили меня в 2 часа ночи. У меня даже времени на раздумья, собственно говоря, не было. Я приехал в 2 часа ночи на такси и не понимал еще, что происходит. А утром проснулся, у меня уже все работает. С пересаженной почкой Александр уже 6 лет. Каждый полгода ложится в больницу на обследование. Уверен, если бы задумался раньше о своем образе жизни, питании, многих неприятностей, можно было избежать. Наталья Цопина, Андрей Дулепов, Новости ОТС. Другим темам. В Новосибирске появится исторический парк. Это комплекс старинных зданий, расположенных на улице Тополевой, на территории 17-го военного городка. Как заявил сегодня министр культуры регион Игорь Решетников, в гарнизонном доме офицеров, который стал собственностью регионального правительства, откроют выставку, посвященную героям-землякам. А в соседнем доме, построенном больше века назад, разместят возрожденную организацию Центр патриотического воспитания граждан. Напомню, его закрыли 4 года назад. Несколько помещений отдадут областному краеведческому музею. Принять первых посетителей исторический парк сможет в октябре. Военные оттуда уходят. И у нас сейчас ведутся переговоры, чтобы забирать и землю, и потихонечку все помещения, которые находятся рядом. Потому что это будет исторический парк по-настоящему для наших детей. И самое главное, есть софинансирование большое федеральное. Это самый важный проект, в который мы не тратим только свои областные деньги. Жители Новосибирской области смогут увидеть больше каналов. При этом платить больше не придется. Такую возможность дарит спутниковое телевидение НТВ+. 132 канала вместо 85 интерактивное телевидение, улучшенный сигнал, высокая устойчивость к помехам. Все это для клиентов спутникового телевидения НТВ+. Причем независимо, где вы проживаете, в центре мегаполиса или в удаленном населенном пункте. Спутниковое телевидение НТВ+, устраняет это цифровое неравенство. И в любой удаленной точке Новосибирской области, в любом населенном пункте, в любом месте, где есть телевизор, можно установить спутниковое телевидение НТВ+. И в любом месте смотреть в прекрасном качестве более 130 каналов. Больше кино, больше спорта, сериалов и познавательных программ. Кроме того, уберут дублирующие каналы и телемагазины. Будет возможно управлять телевидением, ставить на паузу, перематывать на начало или смотреть вчерашний фильм. Для этого необходима спутниковая интерактивная приставка плюс доступ в интернет. Подключение к телевизору через HDMI, через карты, через тюльпаны. Но главное, по словам специалистов, что изменится все, кроме цены. Она останется прежней – 149 рублей в месяц или 1200 в год за базовый пакет. В компании активно работают над акциями и для потенциальных клиентов. Кстати, изменить взгляд на спутниковое телевидение можно прямо сейчас. Достаточно нажать на кнопку «Настройка каналов». Рута Киллер, Константин Менин, Новости ОТС. Завтра в Государственном концертном зале имени Каца пройдет благотворительный концерт в программе произведения Чуйковского, Верди, Безе и других выдающихся композиторов. А собранные средства пойдут на нужды Новосибирской консерватории. Тему продолжит Екатерина Киселева. Новосибирский симфонический оркестр на сцене Новосибирской филармонии. Солируют Дмитра Попов, Тенорвенской оперы и Юлия Новикова, сопрано мирового уровня. Выступают бесплатно. Благотворительный гала-концерт посвящен Государственной консерватории имени Глинки. Идея принадлежит ее выпускнику Михаилу Симоняну. Он же исполнит партию первой скрипки. Благотворительный концерт это, ну скажем так, верхушка айсберга. Это то, что видится публикой. Но помимо этого и Михаил, и наше министерство, и администрация консерватории проводят огромную работу, связанную с организацией и использованием тех потенциальных средств, которые появятся в результате этой благотворительной акции. Уровень академического образования Новосибирской консерватории важен не только для региона. Музыкальный вуз единственный за пределами европейской части России, и многие его выпускники известны во всем мире. Я выходец из этой консерватории, я очень много лет прожил на Западе, и все-таки корни дают свое, и мы решили обратить внимание на то, что проблематика, она существует. Мы хотели обратить внимание не только публике, но и бизнес-сообществу. Артисты выступают без гонорара. Все средства, собранные на благотворительном концерте, пойдут на развитие Новосибирской консерватории. Ремонт самого здания, новые инструменты, а также на стажировки за границей для нескольких студентов. Екатерина Киселева, Евгений Агеев, Новости ОТС. Все на старт. Делегации практически из всех регионов страны сегодня прибыли в Бердск для участия во Всероссийских сельских спортивных играх. Новосибирская область впервые получила право принимать крупнейшие в стране соревнования селян. Вместе с организаторами, игр и волонтерами спортсмена встретила и моя коллега Маргарита Унникова. Первыми в Бердске еще в половине седьмого утра приехали команды Челябинской, Курской, Саратовской, Самарской и Оренбургской областей. С того времени Дом культуры Родина не пустует. Здесь команды проходят мандатную комиссию. При прохождении общей мандатной комиссии мы направляем на виды спорта. Представители идут конкретно по видам спорта, где получают технические заявки для вечерней студейской коллегии. Кроме этого, они поднимаются на второй этаж, где получают аккредитацию. Проходят фотографирование спортсменов, участников и тренеров. Получают направление на размещение питания и на получение сувенирной продукции. В каждой сборной прикреплен куратор. Волонтеры встречают спортсменов на вокзале и проведут с ними вместе все соревновательные дни. Нас собирали где-то месяц назад. Вот у нас было на этой неделе собрание в правительство Новосибирской области. Нас собирали. Мы изучали историю города Новосибирска, чтобы рассказать нашим делегациям, какой наш великолепный город. Я уже не первый раз на всероссийском слете. Это замечательно, когда собираются со всей Россией люди знакомятся, много знакомых. Это эмоции на всю жизнь, такой заряд энергии, что остается потом еще на полгода вперед. На мероприятиях у меня все время попадается Дальний Восток, только разные регионы уже было в Владивостоках, а пару раз в этом году у меня Камчатка. Летом собираюсь к ним в гости, они меня очень ждут. Многие спортсмены потратили на дорогу сутки и больше ради того, чтобы поучаствовать в одном из восьми видов турнира. Гиревом спорте, палеотлоне, лыжным гонкам, шахматах, шашках, а также соревнованиях среди дойеров, механизаторов и спортивных семей. Конечно, тяжеловато лететь, столько времени на самолете еще пересиживать в Хабаровске. Но, в принципе, добрались хорошо, встретили, то есть прием, все очень хорошо. Очень многие здесь были уже, поэтому ехали с удовольствием сюда, потому что знаем, что люди гостеприимные, добрые, как и все северяне. Владимир Петрович – ветеран сельских игр. Его медаль за лыжные гонки датируется еще 1977 годом. Соревнования проходили в городе Красноуфимске, Свердловской области. Бежали, значит, раньше соревнования в лыжных гонках проводились по полной программе. 30 километров, 15, 4 по 10 эстафета, день отдыха и 50. Я бежал всей дистанции, но это медаль эстафетная. Сегодня спортсмены уже опробовали трассы, а уже завтра в 10 утра на старты выйдут спортивные семьи. Эти зрелищные состязания наш телеканал будет транслировать в прямом эфире, а вечером телезрителей ждет торжественное открытие сельской олимпиады. Маргарита Онникова, Александр Кабукин, Новости ОТС. Хоккейный сезон в Новосибирске продолжается. Сибирские снайперы второй год подряд дарят болельщикам хоккейные баталии, когда основная команда уже закончила сезон. Обыграв сегодня Нижнекамский спутник со счетом 4-0, наша команда обеспечила себе место в плей-офф МХЛ. Завтра новосибирцы проведут последнюю встречу в этой регулярке со спутником. В ней определится, какими в итоге станут снайперы, седьмыми или восьмыми, а значит и станет известен соперник по первому раунду плей-офф. Это либо реактор, либо стальные лисы. Борьба за Кубок Орламова для снайперов начнется на выезде, а первая домашняя Кубковая игра пройдет 16 марта. И на этом у меня все. В студии работал Иван Кудинов. До встречи. Теперь новости ОДС не только на телеэкране, но и в интернете. Не успел к началу эфира... Сегодня, походу, начало совершил... Не выдержал от тяжести снежный шаг. Новосибирский шаг. Все новости Новосибирской области смотри на сайте вн.ру. Здравствуйте. В ближайшие дни фронтальная зона уйдет на восток. И территория всей области попадет в теплый сектор. 3 марта по прогнозу западно-сибирского метеоагентства в Новосибирске ожидается небольшой мокрый снег. Ветер юго-западный, 2,7 м в секунду, порывы до 14, влажность 61%. Температура ночью минус 6, минус 8, днем 0, минус 2. В последующие 2 суток временами возможен небольшой снег. Температура воздуха в субботу днем от 0 до минус 2, в воскресенье минус 1, минус 3. На этом о погоде все. А я желаю вам всего самого хорошего. До встречи. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»